С ДОБРЫМ УТРОМ! Физкульт-привет, друзья и ученики! А вот сейчас я с вами поздоровался. Также упражнение называется «Наклоны корпуса или туловища со штангой на плечах». Это очень полезнейшее, наиважнейшее упражнение, и поэтому я хочу посвятить ему отдельный ролик, задронуть все нюансы техники, движения для того, чтобы вы могли полноценно прокачивать свои ягодичные мышцы, мышцы бицепса, бедра, а также сохранять при этом здоровье. Данное упражнение позволит вам также гарантировать себе безопасность в тяжелых становых тягах и приседаниях. Но перед тем, как переходить непосредственно к упражнению «Гуд Монинг», давайте разберемся, когда нужно включать его в свои тренировки. Я настоятельно рекомендую сначала ознакомиться с такими упражнениями, как становая тяга и приседания. Дойти в приседаниях и становых тягах до определенных весов, что будет помогать вам в дальнейшем в самом упражнении «Гуд Монинг». Но также вы будете получать колоссальную отдачу от самого упражнения «Гуд Монинг» непосредственно уже в приседах и в становых тягах. Необходимо перед тем, как прийти к выполнению данного упражнения, а именно наклонов корпуса со штангой на плечах, повторюсь, хорошенько освоить технику приседаний и становых тяг. Особенно нужно будет заострить внимание на румынской тяге. Почему? Поясню чуть-чуть попозже. Становая тяга, выполняемая технически грамотно, точно так же, как и приседания, не нанесут вам никакого вреда. Главное понимать одно. Мы либо работаем в технически идеальной технике, именно для конкретного человека, для меня своя техника, для вас своя, но нюансы все и характеристики основные являются базовыми, которым нужно придерживаться. Почему румынская тяга? Потому что румынская тяга будет практически копировать движение в «Гуд Монинге». Единственное, что вы будете удерживать штангу внизу на вытянутых руках, а не как при выполнении «Гуд Монинга», когда штанга находится на плечах. Но обратите внимание, те, кто тренируется уже по моим видеороликам, знают, что румынская тяга выполняется не столько наклоном, сколько отведением таза назад. Вы как бы грифом отталкиваете себя назад. Посмотрите, как уезжает тазобедренный сустав, как попа отодвигается у «Эбигел» назад. Вот это правильное упражнение. Поэтому я не люблю, когда называют подобные упражнения наклонами. И в румынской тяге, и в тяге «Гуд Монинг», вернее, в упражнении «Гуд Монинг» мы не делаем наклон. И дальше вы поймете, почему и как это работает. Данное упражнение хорошо растягивает бицепс бедер. И когда вы будете выполнять приседания или становую тягу, вы будете застрахованы от разрыва этой мышцы. Эта мышца называется седалищно-подколенная. Но мы с вами привыкли называть ее бицепсом бедра. Так и будем это делать в дальнейшем, чтобы не вводить путаницы. «Эбигел» дошла в приседаниях с собственным весом до пяти повторений и делает практически половину своего веса в становой тяге на четыре повторения. И только после этого мы стали с ней разучивать упражнение «Гуд Монинг». Повторюсь, потому что мышцы спины окрепли. Мы задали общий тонус. И, естественно, она постоянно у меня выполняет румынские тяги после приседаний. Обратите внимание, сверху специально показываю, как видно, насколько уезжает таз назад. Штанга практически остается на месте, толкая ноги назад и ездит по ногам вверх-вниз. Запомните это движение. Также не забываем про гиперэкстензии, которые являются единственным упражнением, действующим как декомпрессионные на межпозвоночные диски поясничного отдела позвоночника. Вот то, что вы сейчас видите, это гиперэкстензия. Вес 204 килограмма, 8 повторений. Именно это упражнение позволяет мне чувствовать себя застрахованным, не переживать, когда я делаю тяжелые приседания и становые тяги. Гиперэкстензия. Естественно, нужно работать и в экстензиях спины. То, что вы видите сейчас на своих экранах, это называется экстензия спины. Эберил делает наклоны, а вы знаете, что существует еще упражнение, когда вы выполняете его скручиванием. Это на внутренние мышцы, на глубокие мышцы позвоночника, поясничного отдела. Потому что сейчас они работают в статике, а динамику им тоже нужно задавать. Так что, друзья, сделали такой небольшой вводный экскурс. Почему данное упражнение называют наклоном корпуса со штангой на плечах? Обращаю на ваше внимание именно на этот момент. Штанга, как и в приседаниях, должна находиться на нижней части трапеции и на задних дельтах. Многие любят класть штангу высоко на шею, а потом задаются вопросом, почему у них болит шея. В упражнении «гудмонинг» это будет сильнейшей ошибкой. Что будет мешать вам конкретно выполнению движения. И, естественно, может привести за собой проблемы в шейном и, может быть, даже грудном отделе позвоночника. Поэтому обратите внимание на то, куда вы кладете штангу во время выполнения упражнения «гудмонинг». Точно так же, как и в приседаниях. Я настоятельно рекомендую вам обратить на это особое внимание и класть штангу пониже. Повторюсь, не на шее, на одной точке, чтобы она лежала, а когда вы кладете ее на самый низ трапеции и на задние дельтоиды, у штанги три точки опоры. И она не давит вам на шею даже во время наклонов. Таких, как при выполнении движения «гудмонинг». Обратите внимание, что лопатки у Эбигел сведены. Это первое правило для приседаний и гудмонинга. Для чего это делается, думаю, понятно. Для того, чтобы сохранить здоровье в грудном отделе позвоночника. При сведенных лопатках вы не сможете скруглить позвоночник именно в этом отделе. И здесь сейчас именно очень хорошо видно, что мы не выполняем наклон, а как и в приседе и в румынской тяге, уводим таз назад. Это очень сложно прочувствовать, но нужно. Вы видите, что штанга практически остается в одной плоскости, скользя вверх-вниз. Не скользя, а летая. Данное упражнение необходимо выполнять плавно и медленно. Чем медленнее вы будете выполнять данное движение, тем больше гарантии того, что движение выполняется правильно, подконтрольно. Каждый миллиметр выполнения амплитуды должен контролироваться вами. Ножки, это касается и девчонок, и парней, должны быть слегка согнуты в коленках. Слегка, но не прямыми. Чем более прямые ваши ноги, но не до полного выключения в коленном суставе, тем лучше растягивается задняя поверхность бедра. А во время распрямления туловища лучше сокращается. В негативной части движения задействован именно бицепс бедра. Но запомните, только не короткая головка бицепса бедра, которая участвует только, когда мы сгибаем голень. Сидя, стоя, лежа, неважно. Никогда не работайте в данном упражнении с огромными весами. Это и не нужно, и травмоопасно. Девчонкам стоит остановиться в районе 12, максимум 15 повторений. Парни могут выполнять данное движение на 10-12 повторений. Повторюсь, это отличное упражнение, которое и растягивает, и сокращает бицепс бедра. Грамотное выполнение является гарантом того, что в приседаниях, и особенно в становых тягах, как это бывает часто у пауэрлифтеров, разрывается данная мышца. Чтобы этого избежать, нам как раз-таки и необходим гудмонинг. Еще раз говорю, смотрите на то, как выполняется упражнение. Это не наклон, это увод таза назад. Чем дальше вы уберете попу назад, тем меньше нагрузки будет на межпозвоночные диски, и тем лучше, и тем эффективнее вы будете чувствовать работу ваших мышц. Это упражнение разрабатывает также и большую ягодичную мышцу, и мышцы спины. Повторюсь, оказывает благоприятное воздействие на бицепс бедра. Не только стимулируя его к росту, но и предотвращая от травмы. Начинать учиться выполнять данное упражнение лучше всего с бодибаром, либо с пластмассовой палкой. Если в вашем зале нет такого, то начинайте выполнять упражнение даже со шваброй. Ничего в этом страшного нет. Либо с коротким грифом для сгибаний на бицепс. Он весит всегда не больше 10 килограмм. Обращайте особое внимание на то, что попу надо убирать назад. Как можно дальше, и от этого зависит эффективность и безопасность самого движения в целом. Лопатки всегда сведены. Шея не откидывается назад и не наклоняется вперед, что позволяет держать поясничный отдел позвоночника прямо, ровно, что гарантирует его безопасность. Мышцы спины работают в статическом режиме. Практически есть небольшая динамика, что сложно добиться в других упражнениях. А вы знаете, что нам нужна различная нагрузка на данные мышцы, и не только на эти мышцы, для того, чтобы полноценно и грамотно развиваться. Обратите внимание, как уходит таз назад. Очень хорошо видно. Движение как бы получается, как из фильма «Матрица» немножечко. Но именно такое движение должно у вас быть. Перед тем, как начать наклон, сделайте хороший вдох. Наклонитесь и вместе с подъемом выдыхайте. Я советую делать это упражнение, когда вы уже будете уверены в своей технике, после стоновой тяги. Можно делать данное упражнение, как общую специальную разминку для бицепса бедра, но с пустым грифом. Когда вы четко контролируете движение и понимаете, что не перегружаете себя. Потому что разминка – это разминка. Девчонкам это упражнение даст очень много. Точно так же, как и парням. Самое главное – безопасность. Всегда помните, что что бы мы с вами ни делали, мы должны делать через призму сохранения и улучшения здоровья. Потому что, какими бы вы ни были красивыми, сильными, мощными, если нет здоровья, то все остальное не важно. Это упражнение поможет вам быть не только красивыми для девчонок и сильными для парней, но также и поможет вам сохранять здоровье. В первую очередь, уберегая от травм, от разрыва бицепса бедра. Полюбите это упражнение. Выполняйте его после становой тяги. В трех-четырех подходах. Повторюсь, для девчонок это 12-15 повторений, для парней – 10-12. Румынскую тягу делайте после приседаний. Если вы будете грамотно подходить к любой своей тренировке, то вы будете получать и хороший результат в плане улучшения фигуры, роста силы, массы, но также будете сохранять свое здоровье, улучшать его. Если вы прочувствуете технику румынской тяги, то данное упражнение будет вам даваться легче. Повторюсь, приступать к выполнению данного упражнения нужно, когда вы уже освоили технику румынской тяги на 100%. И не думаете о тяге, о выполнении технически грамотно элемента, а думаете уже о том, как работают ваши мышцы, насколько вы их чувствуете. Вот тогда можно смело переходить к данному упражнению. Как вы видите на заднем плане, выполняет человек непонятно что, непонятно зачем, но я с гарантией скажу, это приведет со временем к травме. Нам же с вами не нужны травмы. Нам нужен хороший результат. Эбигел показывает колоссальный результат. Мы с ней сейчас занимаемся всего два месяца. До этого она не приседала, не делала тяги, не делала гудмонинг. Она очень быстро учится. И я уверен, что на соревнованиях, которые мы ее готовим, она покажет хороший результат. Кстати, помимо всего прочего, эта очень хрупкая девочка, очень сильная. Повторюсь, она может присесть со своим весом глубоко пять раз и практически полуторный свой вес в становой тяге поднимает четыре раза. Может быть, после конкурса бикини мы будем готовить ее и к пауэрлифтингу, что будет очень интересным опытом. И я думаю, всему миру будет интересно, как можно сочетать красоту и силу. Мы хотим показать миф того, что сильная – это значит некрасивая, это значит мужеподобная. Нет, девчонки, если вы не будете принимать фармакологию, вы никогда не станете мужеподобными. Чем сильнее вы будете становиться, тем более красивее вы будете. И если многих беспокоит, что у них растет квадрицепс от приседаний, то нужно пенять только на себя и на своего тренера, который не может вам объяснить технику грамотных приседаний, глубоких, широкой стойки. Так что, друзья, смело приседаем, делаем становые тяги. А чтобы делать их безопасно и эффективно, выполняем специальные упражнения, о которых я вам рассказываю, в том числе и гудмонинг. Девчонки, не пропустите! В следующих выпусках я расскажу вам о том, как правильно тренировать грудные мышцы, нужен ли жим лёжа для девушки. Если нужен, то когда, зачем и как его выполнять. А также расскажу о конкретно нужных двух упражнениях для грудных мышц, именно для женского тренинга. Парни тоже не останутся в стороне. И в ближайших выпусках я расскажу о том, о чём мечтают многие. Как прочувствовать грудные мышцы, конкретно в внутренней их части. Как правильно тренировать грудные мышцы, чтобы чувствовать работу внутренних мышц. Не пропустите ближайшие ролики, ближайшие выпуски Хэли Мэтал Джин. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силён. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Хэви Мэтал Джин специально для вас. Если вам что-то непонятно, или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажёрном зале. Всем пока!